Жители поселка Севакима, Дагачинского района, почти не обращаются в больницу. Дело даже не в отменном здоровье селян. В местной лечебнице просто катастрофически не хватает врачей и современной медтехники. Более того, всему персоналу еще 10 лет назад настала пора уходить на пенсию. Сейчас, чтобы пройти обследование, люди вынуждены выезжать с десятки километров в Шамановск или даже в Благовещенск. Когда в дальнее село доберется медицинский прогресс, разбиралась Анна Дерова. Мужчина на осмотре у гинеколога. Зрелище, наводящее на интересные размышления заезжих гостей, местных жителей уже не ставит в неловкое положение. Врач и заведующая участковой больницы Наталья Дудко поясняет. В личном кабинете она принимает с любым недугом. Уже научилась определять детскую простуду, аппендицит, по необходимости осматривает пациентов с переломами. Стать специалистом широкого профиля ей пришлось год назад. Когда переехала из Магдагачинской больницы, на новом месте оказалась одним из трех врачей. Всего, признается, к новому статусу после 18 лет работы только гинекологом привыкает до сих пор. Не то, что тяжело, а как-то странно, скажем так. Потому что во всех вопросах я не могу досконально разбираться. В соседнем кабинете до боли знакомая картина. Врач-терапевт Ирина Корзун работает на дневном стационаре. Из-за себя, из-за педиатра, из-за хирурга. Спасает только опыт, делятся сотрудники. Но большой стаж имеет и обратную сторону – пожилой возраст. Штучные врачи собираются на пенсию. Пора уже, наверное. Молодые придут, сразу уйду. Ирина Николаевна в местной больнице проработала 36 лет. Летом ей исполнится 60. Заветующая знакомит с персоналом. Все они уже много раз откладывали заслуженный отдых. Замены-то нет. Галина Никитична Кондратович, физиомедсестра. То же самое, пенсионерка, 63 года. Два года назад по старости из больницы ушел и рентгенолог. Пусть и старое, но еще действующее оборудование простаивает. Медики признают, на обследование и лечение селян отправляют в ближайшие населенные пункты – Магдагачи и Шимановск. А порой и вовсе в областной центр. Пустущие коридоры оживают только, когда приглашают заезжих врачей, что бывает весьма редко. В селе на 2000 человек. Медобслуживание – самый больной вопрос. За направлением едем в Магдагачи, а с Магдагачи – обследование. Я не езжу в Магдагачи за направлением, потому что это очень дорого и накладно. Проблемы, что зубного врача не хватает. А приезжают, быстро наляпают, наляпают, все зубы вываливаются потом. В этом году даже заезжему стоматологу оказалось негде расположиться. Постоянно пустущий кабинет отдали под аптеку, которой в селе тоже нет. Да и оборудование для зубного техника, мягко говоря, устарело. Старое стоматологическое оборудование сейчас стоит в коридоре. Скорее всего, его спишут. Уже в этом году в правительстве области обещали для больницы закупить новое стоматологическое кресло. Кабинет зуботехника, скорее всего, откроется здесь. Его переоборудуют из кухни для медсестер, но ради технического прогресса персонал готов пожертвовать собственными удобствами. В больнице верят, с техническим прогрессом сюда приедет и новое поколение врачей. Молодым обещают зарплату не меньше 30 тысяч рублей и субсидии на покупку квартир. А пока самых экстренных пациентов разводят в соседние лечебницы на старенькой таблетке. Когда скорая ломается, за руль садится и сама заведующая. Чтобы помогать больным, Наталья Олеговна взяла в кредит машину лично для себя. Анна Дерова, Роман Юдаков. Новости дня. Информационное агентство «Порт-Амур». Анна Дерова, Роман Юдаков. Новости дня. Информационное агентство «порт-Амур».